Река Ай В переводе с башкирского ее название означает «Луна» или «Лунная река». Течет по территории Челябинской области и Башкирии. Длина реки 549 километров. Одна из самых известных и популярных достопримечательностей Южноуральской реки Ай – скала Большие Притесы. Это высокая и протяженная скальная стена высотой до 100 метров. Большие Притесы – визитная карточка реки Ай. Они впечатляют своими масштабами и красотой. В XVIII-XIX веке до появления железной дороги «Лунная река» была одной из главных транспортных артерий Южного Урала. Каждую весну мимо Айских Притесов шли караваны с железной продукцией Златоустовского и Саткинского заводов. Сейчас, с мая по октябрь, река также безропотно выполняет другую важную миссию – несет караваны туристских байдарок, плотов, катамаранов. Каждый поворот сулит путешественнику новое чудо удивительного мира Лунной реки. Большие и малые Притесы – Кургазахская пещера, Каменный Разбойник и самая недоступная пещера в области – Грот Юношеский. До 70-х годов прошлого века Грот пользовался дурной славой у местных жителей. Говорили, что там поселился Шайтан. Время от времени из черного проема в скале вырвались непонятные звуки свист завывания. Но однажды миф о Шайтане развеяли. Выяснилось, что холодящий кровь звуки издает самовар. Огромный медный самовар, висящий на дереве у входа в подземелье. Говорят, когда-то давным-давно самовар принадлежал известному Конограду Юлдашу. Однажды, спасаясь от погони и понимая, что от преследователей не скрыться, отчаявшийся Юлдаш прыгнул на своем буланом с этой кручи. Пожитки Конограда унесла река, и только самовар, зацепившись каким-то чудесным образом за дерево, много десятилетий пел прощальную песню своему хозяину. Есть еще интересное место – Малые притесы. Их главная достопримечательность – Сухие водопады. Второе название – Алексеевский лог. Сухие водопады не видны с воды, поэтому можно легко проплыть мимо. Находятся на левом берегу, чуть ниже скального выхода Малых притесов. Они представляют собой суходол с несколькими каскадами, поперечными уступами. По ним можно подниматься, как по ступенькам каменной лестницы. В древности здесь стекла речка. Аверкиева яма – малоизученная пещера, хранящая много тайн. Входит в тройку самых загадочных и таинственных мест России. Расположена в Саткинском районе, на левом берегу реки Ай, недалеко от села Айлина и поселка Новая пристань. Тайны Аверкиной пещеры ямы вот уже более ста лет волнуют жителей окрестных деревень. Теперь установлено, что пещера названа по имени Раскольника Киржака Аверкия, который появился на Айских берегах свыше ста лет назад. Он прожил в этой пещере несколько лет, а затем внезапно исчез. Исчезновение это вызвало много кривотолков. Согласно другому укоренившемуся мнению, здесь до самой своей смерти скрывались остатки Пугачевского войска. Здесь же было спрятано награбленное Емельяном Пугачевым золото. Даже говорят, что находили в Аверкиной яме старинные монеты. Кстати, возможно, что сокровище до сих пор хранится в потайных ходах пещеры. Айская долина – это идеальное место для коллекционеров впечатлений любого возраста.